С Новым Годом! С Новым Счастьем, друзья! На самом деле Новый Год даст нам новое счастье, потому что это продолжение, усиление века информатизации, вычислительной техники, компьютеров, цифровой экономики и всё прочее. В этом есть хорошее и в этом есть плохое, как и во всём на свете, в две стороны медали. Вот посмотрите, как это интересно. Звёзды над нами и космос внутри нас. Вот я нарисовал картину, видите? Звёзды над нами и космос внутри нас, как говорил великий философ Кант. Могу поверить только в то, что звёзды над нами и этический закон внутри нас. Потому что мир целостен, законы природы едины. И вот эти законы природы приводят нас к тому, что создался человек. И в конечном счёте технический прогресс, творчество. И в конечном счёте мы пришли к тому, что сейчас никто не сможет спрятаться. Сейчас всё, все обо всём будут знать. И в этом есть хорошее и плохое. Но новое счастье заключается в том, что как раз таки, как мы к этому относимся, и увеличиваем эти положительные стороны, и пользуемся ими. В чём хорошая сторона вот этой вот просвечиваемости нас? А вот я когда был маленький, мне всегда казалось, что я не один. Чем бы я ни занимался. Я когда учился в школе, я даже не мог чужой карандаш без разрешения взять. У меня было такое чувство присутствия. Ну и когда я был взрослый, сейчас у меня такое ощущение, что я не один. Есть более низкопотолучные люди. Им для того, чтобы чувствовать, что они один, им нужно пойти в какой-то храм или уединиться. И там сосредоточиться. А есть более высокие люди, которые и так понимают, что они живут с Богом. И вот здесь происходит такая ситуация, когда говорили «Люби ближнего», потому что без любви ближнего люди все передерутся. На земном шаре миллиарды людей, и каждый по-своему смотрит на вещи. У каждого свой характер. И это нравственный принцип «Люби ближнего», потому что это технология сотрудничества. Это спасение мира, спасение людей. Но не было до конца услышано. Уже прошло 2000 лет, а это сказано было еще и раньше. Не было ее услышано, и поэтому пути Господни неисповедимы. И сейчас происходит цифровая эра. Когда мы не можем спрятаться, когда все знают о нас, и могут знать, о чем мы даже думаем, не то, что только делаем. Потому что все бурно развивается. Технический прогресс. И вот хорошая сторона в том, что если люди не услышали людей ближнего, в конечном счете таким способом, что все о вас всегда будут знать, заставит многих людей вести себя приличнее. Но ты не спрячешься теперь. А вот те люди, которые создают это, может быть даже не с такими благородными целями, а для того, чтобы просто подсматривать, подслеживать. Пути Господни неисповедимы. Не перстом же Он приходит и указывает. Они тоже каким-то образом исполняют свою миссию. Они создают это вот прослеживание нас всех. Но в конечном счете вселенские законы выше всего, и поэтому в конечном счете они служат этому же самому. Они создают теперь такой способ, если человек не может любить ближнего, как самого себя, если человек относился к ближнему и к себе с двойными стандартами. Ведь говорили, относись к человеку так, как ты хочешь, чтобы он относился к тебе. А у нас двойные стандарты. Я, конечно, себя люблю больше, я, конечно, себя прощаю больше, я, конечно, думаю, что меня он простит больше, а вот меня, потому что я исключителен. Но раз мы относимся к себе с двойными стандартами, раз у нас такая пока еще не развитая психология, самосознание, поэтому теперь мы будем более этично себя вести, потому что будем бояться того, что все все вокруг узнают. Вот в чем хорошее преимущество Нового года и новых следующих десятилетий и столетий, что люди теперь будут открыты. И поэтому, я думаю, это большое благо, если этим правильно воспользоваться. Во-первых, будет более оценен уникальный контент. Потому что всем будет понятно, кто у кого что украл и кто у кого что переписал и повторил, а не сделал сам. Уникальный контент это будет самое дорогое, потому что на самом деле достоин больше оплаты и уважения тот, который что-то создает. Потому что тот, кто не создает, тот разрушает. Вот видите, какие я провожу параллели и говорю о том, что ждите. Этот год нам принесет много благ. С новым счастьем, друзья. Потому что на самом деле, кто отнесется к этому правильнее, тот получит больше преимуществ. Мы будем больше созидать, больше создавать, творить, изобретать. И наша школа Homo Futurus, человек будущего, как раз служит этому. Естественно, помните, Попробуем. Спасибо. Попробуем. Продолжение следует...